Дополнительное образование Ульяновской области Однако с 1 сентября этого года в систему подключили специальные сертификаты, которые дают право получать услуги бесплатно не только в государственных организациях, но и в частных структурах Все организации негосударственного сектора для получения вот этой субсидии через сертификат должны иметь лицензию на оказание дополнительного образования Получение лицензии гарантирует качество этого самого доброго образования? Гарантирует качество и гарантирует родителям, что получив сертификат и выбрав программу вне государственной образовательной организации, за них будет оплачиваться государство из бюджета Ульяновской области Государство полностью покрывает сумму сертификата, это от 3000 и больше Тем самым спектр услуг дополнительного образования расширяется и становится доступным Для частных структур своя выгода в виде дополнительных субсидий и нового потока детей Сейчас навигатор по лицензии включены 6 крупных частных школ из 80 имеющихся в регионе Малое количество говорит о недоработке в системе Получить лицензию не так-то просто из-за застрявших в Советском Союзе требований к малым и средним предпринимателям Почему сложно? Потому что СанПин был написан не в этом веке И он абсолютно не учитывает тех реалий, в которых сейчас существует негосударственный сектор доп. образования Потому что наши школы это в основном маленькие центры Они, как правило, возникают вокруг какого-то педагога с уникальной методикой Такой, как, например, школа ментальной арифметики Абакус Или технический центр инженерка, детский центр новатор Это маленькие центры, обладающие очень интересными технологиями И они собирают вокруг себя клиентов, потому что они отвечают запросам клиентов Но получить лицензию, учитывая современные требования, невозможно Современные требования написаны в прошлом веке Эти требования написаны вот под такой дворец творчества Много туалетов, отдельный вход, не выше второго этажа Все это частному предпринимателю выполнить фактически невозможно Пути решения искали на инновационном салоне дополнительного образования Который состоялся во дворце творчества детей и молодежи Губернатор переживания предпринимателей поддерживает По его мнению, вопрос нужно решать на законодательном уровне Нам придется серьезно поработать с федеральными законами Для того, чтобы дать возможность малому и среднему предпринимательству Который решает вопросы дополнительного образования Чувствовать себя максимально комфортно Главное, как добавляет глава региона, в этом деле Сохранить безопасное пространство для детей Продолжение трагических событий, как в Зимней Вишне Быть не должно ни в одном регионе Сергей Морозов также дал поручение снизить количество платных секций Прежде всего в сфере спорта В прошлом году мы с огромным трудом Но и огромным удовольствием Открыли замечательный спортивный комплекс На нижней террасе Фаворит Не успели открыть и почти все секции стали платные И это, конечно, безобразие В следующем году начнет работать мобильный кванториум А это значит, что с инновациями в дополнительном образовании Смогут познакомиться и школьники Из самых отдаленных районов области Кроме того, начиная с 2020 года На базе Ульяновского технического университета Начнет работу Центр дополнительного цифрового образования для детей А на площадках опорного вуза Центр дополнительного образования По направлениям научно-технического творчества Принат Алиулова, Юрий Ломатов Новости Улправды ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова